Да. Мотор. Мотор. Короче, автомобиль Audi A6 с кузовью C5. Въехал с проблемой, что не открывалась задняя дверь. Ни снутри, ни снаружи. Центральный замок как бы особо не помогал. В данный момент проблема решена. Она сейчас открывается и снутри, и снаружи. Все работает. А в чем была проблема? Проблема была вот в чем. Покажу наглядно. Не отходя от кассы. Это его электронная часть. Центрального замка. Электронная часть. Вот в чем была проблема. Как бы все работает. Ничего не сломано. Вскрываем. Электронное управление. Вот это язычок салона. Вроде работает, да? Здесь стоят два мотора. Проблема была вот в чем. Секундочку. Вот. Второй мотор, так сказать, сейв, да? Он его закрыл и больше не открывал. И после этого мы не можем открыть ни салон. А вот этот язычок управляет вот этим делом. Вот. Он в открытом положении. И мы не можем открыть ни салон, ни снаружи. Центральный замок. Основной мотор срабатывает. Сейв не отключался. Мне лучше расскажи, как ты его снял на закрытой двери. А, сейчас тогда надо собрать эту конструкцию и показать. Чтобы снять этот замок, а тем более открыть дверь, мне пришлось разобрать соседнюю дверь, чтобы понять, как устроен этот замок. Потому что соседняя дверь у нас открывалась. Так как к доступу как бы особо нету, я заметил, что здесь вот эта вот пластмасска, если ее отодвинуть, вот второй язычок. Сейчас секундочку. Вот. Если замок закрыт, у нас язычок уходит вниз. Но так как я понял, что там у нас как бы вот этот пластик, он никак не фиксируется, то мне пришлось вот в таком положении примерно на ощупь рассчитать, что я отсюда могу засунуть шило, которое пройдет вот в эту зону. Так ты возьми шило, покажи. Вот этим вот шилом. Подожди, 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 не тряси шилом. Вот такое шило. Когда замок стоял в этом положении, мне на ощупь пришлось вот так засунуть это шило. Убираем эту картинку. Подогнуться вот так вот. И вот такими круговыми движениями кое-как с горем пополам отстегнуть вот это все дело. Вот таким вот очень сложным путем. Короче, ты случайно ее открыл бы. Да. Я примерно знал, что надо что-то делать, но когда ты крутишь, то не знаешь, как положить надо. Ну да. Вот мне повезло, дверь открылась. Иначе пришлось бы снять. Но если снять обшивку изнутри, там доступа вообще никак. О, снять обшивку изнутри, это вообще отдельно. Поэтому на будущее, чтобы проблем уже у хозяина с автомобилем не было, с открыванием дверей, я просто отключил двигатель. Больше самопроизвольно. Чтобы замок не отключался изнутри. Да, чтобы хотя бы была... Ну, центральный замок все работает. Все вот эти вот подсветки. И это все будет работать, просто не будет работать мотор, и он не будет выключать центральный замок. Все, больше проблем не будет. Если хозяин захочет, в любой момент мы можем открыть дверь, засунуть эту пипку обратно, и это будет нормально. Ну, если он захочет, но вряд ли он не захочет. Он уже намутился с этой дверью, поэтому больше ничего не хочет. Вот такое простое решение. Дай номерок замка, посмотри. Это не то, с другой стороны. Назовут они тебя колпозник. Нет, это тоже не то. Короче, нет. Что-то не то. Ну да, ну, короче, французский еще. Я знал, что французы жопушники. У меня на Вольво когда-то замок зажигания развалился. Валел. Развалел, да? Развалел, да.